Одноклассницы Лиза и Саша по этой дороге ежедневно ходят в школу. Здесь нет тротуаров, лежачих полицейских, да и зебры совсем стерлась. А дорожно-знак пешеходный переход водители порой игнорируют и скорость не сбавляют. Невозможно перейти улицу, с бешеной скоростью ездят КамАЗы. Очень страшно переходить улицу, боишься, чтобы тебя никто не сбил. У нас в селе нет тротуаров, и мне очень страшно ходить по обочинам. Еще проходящие мимо машины обливают всех грязью. Это очень опасный переход. Постоянно здесь какие-то напряженные ситуации. И детей травмировали, и взрослые были, о чем мы неоднократно сообщали. В частности, у меня здесь внучку грузовой автомобиль сбил. И, слава богу, все осталось в итоге хорошо. Но опасность не только для моей внучки, но и для всех детей очень велика. Жители села Пивовариха собирали подписи, писали письма в местную администрацию ГИБДД, дорожную службу с просьбой оборудовать здесь искусственные неровности и установить дополнительные дорожные знаки. Ведь тот, что есть, ситуацию не спасает. Этот остаток трубы, торчащие из-под асфальта, бывший указатель пешеходного перехода, который сбили автомобилисты. Видно, что на въезде в поселок нет ни одного знака, ограничивающего скорость движения и указывающий на то, что здесь дорогу переходят дети. А ведь рядом находится школа, конно-спортивный центр и детский дом. В этой Пивоваровской школе обучается около 700 детей. Чтобы дети не теряли бдительность, инспекторы ГИБДД проводят дополнительные занятия по безопасности дорожного движения. В школе есть и своя гидбригада. Кроме работы с детьми, сотрудники ГИБДД по возможности дежурят у социально значимых объектов, в том числе и у школы. Параллельно в адрес дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области направлено официальное письмо. В данном представлении отражена необходимость устройства освещения, недостающего тротуаров и в основном всего комплекса дорожных знаков в данном участке уличной дорожной сети. На сегодняшний день, с начала 2015 года, возбуждено уже порядка 150 административных делок производства в отношении субъектов дорожной деятельности, в части касающихся ненадлежащего содержания уличной дорожной сети. В дирекции автодорог Иркутской области сегодня рассказали, знаки будут устанавливать уже по новым правилам. На желтом фоне, возможно, с подсветкой. Появится также парапетное ограждение перед пешеходным переходом и так называемый лежачий полицейский. Соответственно, я думаю, что в этом месяце, в следующем месяце будут постепенно знаки устанавливаться и в пивовариях, и в ближайших населенных пунктах, ну и, соответственно, по всей области при наличии денежных средств. Средства будут выделяться по программе повышения безопасности дорожного движения в Иркутской области. В случае, если денежных средств хватит на установку необходимых здесь знаков и ограничителей, Лиза и Саша больше не будут бояться переходить здесь дорогу. Туэна Немаева, Константин Сеницын, Николай Крупченко. Новости и сейчас.